всем здравствуйте решил вам рассказать про свои фонари сравнить их чтобы всем стало интересно какими фонарями пользуюсь я и какие фонари действительно хорошие какие не очень вот у меня первый фонарик pixa 3 наверное многие его знают пылевлагозащищенный взрывобезопасный то есть можно использовать в помещениях с горючими веществами взрывоопасными всеми остальными понимаю что эти два фонаря абсолютно разные но тем не менее хочу их сравнить на у плюс это туристический вообще фонарик налогный не имеет конечно таких функций защитных от взрывозащищенности или там может быть водонепроницаемости как pixa 3 но по яркости они очень сильно отличаются pixa 3 конечно тут всем известны со сменными батарейками на шлемный там много всяких функций хотя чем они похожи оба промышленные как сказать промышленные не сильно конечно промышленные вот это точно промышленный а это конечно далеко не промышленный но есть какие похожие функции здесь вот батарейка стоит стандартная если вот так вот вскрыть и посмотреть вот обычная батареечка она аккумуляторная ну аккумулятор батарейка внутри там в принципе ничего особенного заряжается от osb но в этом наверно самый положительный момент что если вдруг что и всегда можно заменить работает она достаточно качественно здесь обычные батарейки типа а а сложно извлекаются достаточно потому что герметичная резинка все остальное дома это многие все видели у многих в обзорах это есть вот ну и хочется предложить посмотреть мое небольшое сравнение вот этих двух фонарей и забыл добавить есть вот такой маленький фонарь на камерный от gopro стандарт идет в комплектации creator эдишн маленький но удаленький можно будет посмотреть также как я снимал в темноте я думаю что будет многое понятно дополнительно хотел рассказать о том какие положительные моменты есть у фонариков которые сидят на голове вот например pixa 3 имеет обыкновенную резинку регулируемую там по длине что заметил когда сидит на голове при резких каких-то маневрах может съезжать вот таким вот образом вместе с шапкой приходится частенько поправлять каким-то образом но съезжает болтается в целом так замечаний никаких нету не могу сказать что он удобен для ну например каких-то промышленных работ не очень удобный не очень яркий но имеет свои плюсы единственный плюс работа в опасных помещениях но не всем это нужно если взять нау плюс стандартная нау или нау плюс гарнитура или как я можно сказать шлем имеет ограничитель определенный он никуда ниже не съезжает сидит очень плотно на голове также регулируется и элементарным образом включается то есть одинаковое включение что здесь таким вот образом что здесь никакими блютусами и всем остальным я естественно не пользуюсь хотя он естественно подключается по блютусу можно смотреть на каких дистанциях как что работает абсолютно бессмысленная штука из плюсов самых веских это естественно зарядка причем зарядка крайне быстрая пожалуйста отключили батарейку подключили стандартный usb разъем зарядилась хватает на неделю от мне хватает реально на неделю работы удивительных фонарик не знаю как другие я считаю что стоит своих денег в сравнении с пиксей я бы уже доплатил и взял нау хотя кому как в целом решать конечно вам но я считаю что нау плюс хороший фонарик вот произвожу тестовую съемку это свет ночного освещения фонаря уличного освещения вот видно как раз мест дорогу и сейчас мы будем идти с фонариком пицель пиксы 3 вид мою тень вот я включил первый режим съемки батарейки стоят новые съемка максимальная вот не знаю как это все видно конечно на камере второе деление это включился второй светодиод вот так вот мы все видим как он все освещает и и третье положение переключателя направленный свет вот мы видим как он все освещает в целом можно многое рассмотреть и разглядеть и увидеть обратно переключаем на второе положение когда включены два светодиода и вновь первое положение когда включен один светодиод выдает далеко не максимальную яркость но для моей работы я всегда включал два светодиода таким образом я всегда прочищал крыши от снега занимался какими-то работами по ремонту в подвальных помещениях очень легко работать на улице то есть в целом достойный фонарик и сравнивать или не сравнивать я думаю можно будет увидеть при включении фонарика на у плюс ну вот такая вот картинка и напоследок вот последний как раз таки можно увидеть пушку вот такое вот изображение тест дальности освещения включаем пиксу первое значение пиксы второе значение пиксы и третье значение пиксы он конечно бьет очень сильно расстояние примерно около 20 метров выключаем и включаем на у плюс на у плюс вот у него дальность полное освещение как у автомобиля а это максимальная яркость фонарика вот такая вот яркость еще раз максимальная вот яркость фонарика на у плюс освещается полностью все вырубаем на у плюс опять впереди продолжаю снимать проверять фонарик следующий фонарик у нас на у плюс возвращаемся к этой же улице и включаем на у плюс на у плюс обратите внимание сразу включился в режим средней яркости не максимальный но освещает все целиком видно наверное на изображении что картинка у нас общая мне нравилось работать больше с на у плюс потому что он дает максимальную яркость при должном освещении вот у нас сейчас обратите внимание светильник светит в фонарь я сейчас попытаюсь дополнительно заткнуть датчик вот таким вот образом я затыкаю датчик обратите внимание он стал светить ярче вот такая яркость у него рабочая максимальная световой поток или пучок широкий как раз таки охват зрения максимальный то есть мне этим фонариком конечно работать было намного удобнее и лучше но в определенных моментах я иногда одевал оба фонарика нагло и включал оба фонаря ну вот опять включил максимальную яркость обратите внимание отсвечивает все полностью дальность прекрасная то есть в целом здесь можно работать с любыми приборами электрика да все что угодно сейчас попробуем два фонаря сравнить между собой теперь проверяем два фонаря одновременно то есть они оба у меня на голове включаем фонарик вот один обратите внимание это у нас пикса пикса 3 не знаю видно не видно конечно изображение очень хреновая вот включаем дополнительная часть и давайте включим нау плюс видно да сравнение нау плюс и пикса если мы сейчас возьмем нау плюс еще раз я его выключу вот я его полностью выключил опа включился яркость намного ярче максимальная яркость пучкообразная пикса и максимальная яркость нау плюс видно что и световые пучки разные и в целом все намного шире и вот на стене видно у нас выключен первый режим второй режим то есть наоборот вот второй режим пикса 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 третий режим пикса и переключаю опа вот она сразу видно всю ситуацию как и что у нас работает конечно нау плюс превосходит все поэтому этот фонарик и был для меня очень удобным фонарем и для работы и вообще освещает максимально все при любых обстоятельствах вот я выключил пиксу полностью выключая нау еще раз и максимальная яркость вот такое сравнение тест дальности освещения включаем пиксу первое значение пиксы второе значение пиксы и третье значение пиксы он конечно бьет очень сильно расстояние примерно около 20 метров выключаем и включаем нау плюс нау плюс вот у него дальность полное освещение как у автомобиля это максимальная яркость фонарика вот такая вот яркость еще раз максимальная вот яркость фонарика нау плюс освещается полностью все вырубаем нау плюс опять впереди и хотел сравнить вне конкурса так сказать пицель нау плюс и на камерное освещение камеры гоупру 11 несколько режимов первый режим на камерной камере то есть на камерного освещения второй режим третий режим обратите внимание да что светильник который минимального размера светит намного лучше больше чем пикса 3 теперь включаем нау нау освещает намного ярче конечно то есть сейчас отключу вот я отключил светит нау идем в более темное место для лучшего понимания нау сейчас светит в среднем режиме в режиме средней яркости в автоматическом так сказать управление включая максимальную яркость вот мы видим пучок и отвожу немножко освещения чтобы было понимание вот сюда вот и включаю например на камерное освещение камеры раз два три максимальная яркость вот видно светит в принципе не хуже намного не хуже вот ну решил такое некое сравнение сделать чтобы было понимание размеров мощности понятно что это не те устройства которые необходимо сравнивать но тем не менее решил показать вот такое вот сравнение решил показать что же внутри вот хотел сказать здесь вот два светодиодика есть они не очень мощные но за счет вот этих вот линз которые рассеивают все это собирают сначала отдают видно что вот они здесь вот если не ошибаюсь там 1 ватные они или пол ватные но точно не скажу хотелось только сказать как они могут эффективно осветить ту рабочую область на которую работает специалист с нормальной дальностью я считаю что этого недостаточно но как бы я думаю что это все таки такой фонарик ближнего действия но никак не дальнего действия это 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 она Продолжение следует...